Здравствуйте, дорогие зрители! Вновь с вами программа о новостях латинского кино и телевидения. Начнем с бразильских новостей. Наиболее рейтинговые и обсуждаемые теленовеллы в Бразилии вызывают, как правило, интерес зрителей к украшениям и аксессуарам любимых персонажей. Так, феномен успеха теленовеллы Avenida Brazil стал причиной повышенного спроса на кулоны в виде миниатюрных кухонных приборов, которые носит Нина, Рита, Дебра Фалабелла, нацепочку тайфуна Мурилу Бенисио с золотой бутсой и ювелирные украшения Кармини Адриана Эстерос. Особенной популярностью пользуется ее кулон в виде буквы Т из золота и бриллиантов. Также среди наиболее востребованных аксессуаров серебряные распятия от Джорджинио Куау Реймонд и Ирана Бруно Гессон. А хитами последних месяцев в Бразилии стали сумка Тиффани с сине-бирюзового цвета от главной героини новеллы Благородная кровь Аморы Софи Шарлот и ее серьги с камнем красного нефрита в оправе из черных алмазов. Также в первой десятке сумка карамельного цвета и солнцезащитные очки от главной героини новеллы Любовь к жизни Паломы Паула Оливейро. А теперь приступаем к новостям по существенным. Сериал Кумби-ниндзя, снятый в Колумбии для канала Fox и триумфально прошедший по экранам Латинской Америки, скорее всего, пойдет на второй сезон. Во всяком случае, говорят о том, что эта идея очень серьезно обсуждается. Сюжет сериала, на первый взгляд, обычен для Колумбии, где истории наркоторговцев стали довольно обыденным делом. Но здесь история делает необычный поворот. Герой сериала живет в бедном квартале, где каждый первый торгует наркотиками, а его брат – главарь самой мощной банды в окрестностях. После убийства брата Нача, так зовут героя, должен занять его место в банде. Но проблема в том, что он хочет заниматься музыкой и считает, что именно музыка принесет желаемый мир и покой в бедный квартал. В сериале много музыки и много мистики. Мистическая линия густо замешана на восточных единоборствах и индийской мифологии. Актеры первоклассные. Брэн Данискар, Рикардо Абарко, Руди Родригес, Кристиан Мейер, Альби де Абрео. 23 октября стартует колумбийская новелла «Ментирос Перфектас», который является ремейком американского сериала «Ниптак». В главных ролях Мишель Браун, Каролина Гомес, Наташа Клаус и Хуан Альфонсо Баптиста. Также в сериале принимает участие Андреа Лопес. Ожидается интересное зрелище. Актеры очень хорошие и сюжет занимательный. И качество колумбийского телевидения сомнению не подлежит. Как всегда, на высоте. Не сложилось у Мишеля и Гата на ацтеке. И вернулись они в родные Палестины. И хорошо, пусть ацтека вязнет в неразумительных историях и низких рейтингах. Кстати, о рейтингах. Провалом обернулся разрекламированный сериал «Омбре Стэннио Кисер» с Ивон Монтеро и Виктором Гонсалесом. Срочно пригласили Альберто Гомеса, чтобы переписать историю и поднять вялый зрительский интерес. Габи Спанник тоже хотела, чтобы Гомес работал на сценарии Мухерес де Арена. Но у ацтеки появились дела посрочнее. В результате сценарий пишет Эрик Вон. Кроме этого, он будет переделывать для ацтеки свою собственную историю Пекадес Ахенос. Но-но, посмотрим, что выйдет из всех этих телодвижений. Телемунда продолжает радовать. Араселия Арамбула обратилась к зрителям в своем твиттере, чтобы те помогли ей выбрать Голлана. Кого бы ей предпочесть? Эухениус Селлера, Давида Чокара или Рафаэля Аммайю? Видимо, девушке непонятно, что такие фортеля выглядят глупо и неунизительно для актеров. Кроме того, ходят слухи, что Голлана для нее уже есть. Это колумбиец Даниэль Аренес. Это просто жесть. Два самовлюбленных павлина в одной новелле. Джонатан Ислас возвращается на экраны. Он будет сниматься в Лаймпасторе, которую уже начали снимать в Мексике. Телевизор ставит на новую новеллу Карлоса Моренна Кьере Амарте. Моренна заявил, что уверен в успехе. Ожидает высоких рейтингов и говорит, что с такими главными героями, как Крис де Лафуэнте и Кариме Лосанна, порвет всех. Ага, свежо предание. Нача Сада тоже грозится всех порвать, но пока рейтинги не ахти. Гай Экеру зрители как-то не котируются в качестве Галана. Зрители назойливо интересуются, а сколько ему лет. Вот и все на сегодня. Следующая программа будет на следующей неделе. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.